МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, сегодня у нас с вами второй соревновательный день. И прежде чем приступить к нашим испытаниям, мне очень хочется узнать о ваших впечатлениях после первого дня. Костя, как тебе понравилось? Бороться намерен за победу или кто-то уже сейчас готов сдаться? Ангелин, как? Мне это чуть-чуть... Что? Жалко, что он у него... Ну, правда, я могу выгнаться. Конечно, ты его догонишь. Всего лишь одна штишка вас разделяет. Ну, я рада, что вы настроены на борьбу. Но прежде чем приступить к первому конкурсу, ребята, давайте посмотрим, чем же закончилась вчерашняя борьба. Внимание на экран. В первый день соревнования борьба между Костей и Ангелиной было практически равной. Соперники пока только присматривались друг к другу. Где должны ходить пешеходы? В пешеходном переходе. А еще ребята успели познакомиться с инспектором ГАИ, тетей Катей, и узнали от нее много нового. Ребят, в какие службы они ходили? В полицию. В полицию. В милицию. И скорую помощь. Молодцы, ребята, правильно. Слушаем дальше тетю Катю. Итог первого соревновательного дня. Костя лидирует, но отрыв минимальный. Всего одна фишка. Посмотрим, чем все закончится сегодня. Ребята, в нашей стране безопасности есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытания. Вы с этим законом столкнулись вчера. Сегодня готовы продолжить? Да. Отлично. Перед вами лежат карточки. На них написаны вопросы. Вы должны на них ответить. За каждый правильный ответ одна фишка. Кто начнет первым? Ангелиночка первая подняла руку. Ну, давай. Свой вопрос. Читай. Если светофор сломался, Кто регулирует движение? Если светофор сломался, кто регулирует движение? Знаешь ответ на этот вопрос? Не помню. Не помнишь? Я помню. Сейчас, может быть Ангелиночка вспомнит? Не поддается, да? Костя. Регулировщик. Регулировщик. Ну, к сожалению, в этот раз Ангелин Костя получает. Ну, ничего. Костя, теперь ты тянешь свой вопрос. Бери картинку. Карточку. Читай. Можно ли тротуару бегать или прыгать? Прыгать. Можно ли по тротуару бегать или прыгать? Нет. Нельзя. А почему, Костя, нельзя? Потому что сбоку может тоже машина ехать и нечаянно задеть и упасть под колеса автомобиля. Да, да. В процессе этих всяких шалостей детских можно натолкнуться на неприятности и оказаться на проезжей части. Молодец, Костя. Еще одна фишка твоя. Пусть пока здесь лежит, потом отнесешь. Это у нас много еще вопросов. Теперь ты, Ангелиночка, тяни карточку. Выбирай. И читай. Что тебе за вопросов попалось? Что регулирует. Что регулирует движение на улице? Что регулирует? Светофор. Правильно, правильно. Светофор, конечно. Пусть тоже здесь полежит, Ангелина, твоя фишечка. Костя, теперь твоя очередь, тяни карточку. Какие правила поведения в транспорте вы знаете? Как нужно себя вести в общественном транспорте, Костя? Не бегать, потому что можно, если нечаянно откроется автобус или еще какой-нибудь транспорт, тогда можно нечаянно упасть. Разговаривать можно громко в общественном транспорте? Нельзя. Еще нужно уступать с пожилым людям. Умничка, молодец. Молодец. Еще одну фишечку держи. Ангелиночка, тяни карточку и читай. Какой переход самый безопасный? Какой переход самый безопасный? Подземный переход. Умничка, молодец. Костя, тяни картинку. Что такое фликер? Это когда темно, тогда можно переходить через дорогу, а машина не заметит, можно переехать. Но когда у тебя есть фликер, тогда машина заметит, что что-то светится и остановится. Молодец, Костя. Да, это такой светоотражающий элемент, который крепится к одежде и который виден в темноте. Молодец. Как ты хорошо и справно отвечаешь на вопросы. Давай, Ангелиночка, ты тяни карточку. Читаем. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? По какой стороне улицы или тротуара можно ходить? Нужно ходить. Вот когда ты идешь по тротуару, ты должна слева идти, либо справа? Как ты обычно? И там, и там. Ну это будет авария, просто такая столкнуться все пешеходы. Все-таки у каждого своя часть должна быть. Ты знаешь, какая это часть твоя, когда ты идешь по тротуару? Ну, наверное, справа. Правильно, молодец. Правая сторона. Держи. Ну и последняя карточка осталась. Костенька, читай, что у тебя за вопрос? На какой сигнал, какой, на какой сигнал у светофора можно переходить улицу зеленый? Конечно же, зеленый. Молодцы, ребята. Вы отлично справились с моим первым заданием. Давайте-ка подсчитаем, сколько фишечек у Кости 4, у Ангелиночки? Три. Три. Кладите в коробочки. Не расстраиваемся ни в коем случае. Одна фишечка всего лишь разница. Нет, на две. Я еще одну была. В этом конкурсе на одну больше, а по итогам на две. Клади. Молодцы, ребята. Ну что ж, теперь время встречи с кем? Знаете с кем? С тетей Катей. Внимание ваше на экраны хочу обратить. Ребята, здравствуйте. Мы с вами уже успели познакомиться. Скажите, кто вчера выиграл? Костя. Сегодня второй день вашего соревнования. И тема нашего разговора – правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Кстати, а какие виды общественного транспорта вы знаете? Ребят, какие виды общественного транспорта? Автобус, маршрутка, троллейбус, поезд, метро. Метро. Какие вы молодцы! Вы ответили на этот вопрос на 10. Передвигаясь на автобусе, в маршрутке или троллейбусе, надо соблюдать определенные правила. Первое – ждать транспорт надо только на остановках, при этом не бегать, не выходить на проезжую часть и не стоять на краю тротуара. Садиться в транспорт надо только тогда, когда он полностью остановился. А при движении сидеть, когда вы стоите, держаться за поручни. Понятно, что не стоит отвлекать водителя и уж тем более высовываться из окна. Если в салон автобуса зашел пожилой пассажир, что вам необходимо сделать? Уступить место! Да, молодцы, ребята, каждый заработал пофишку. Правильно! Хоть это не предписано правилами дорожного движения, но если вы так сделаете, то вы будете самыми воспитанными и вежливыми детьми. Но сегодня я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам успеха в игре и безопасности в жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто быстрее ответит, тот получит дополнительно еще одну фишку. Так что будьте внимательны. Итак, первый вопрос. Идти толпой по тротуару... Говорим. Нельзя! Нельзя, правильно. Ангелиночка ответила быстрее, поэтому за каждый правильный ответ я вам даю по две. И плюс еще одну Ангелинке за скорость. Второй вопрос. Перебегать дорогу... Нельзя! Запрещается, ребята. Так, ребята, ответили одинаково, поэтому каждому из вас две фишки. По две. Не берем их, пускай они здесь лежат, потом положим в коробочку. Третий вопрос. Помогать пожилым людям переходить улицу... Можно! Можно. Ребятки, по две фишки ваши. Молодцы. Слушаем следующий вопрос. Выбегать на проезжую часть... Нельзя! Запрещается. Запрещается, молодцы. Одновременно, оперативно вы реагируете, отвечаете правильно, поэтому и фишки зарабатываете. Следующий вопрос. Переходить дорогу на зеленый свет. Можно. Разрушай. Ошиблась, Ангелиночка. Все-таки первый раз ты подняла красную, поэтому кости... кости две. Ребята, ну что, вы прекрасно справились с моим последним испытанием на сегодня. Давайте подсчитаем наши фишечки. Сколько мы заработали? Так, у Ангелиночки было пять, и плюс еще сколько? Девять. Девять, итого четырнадцать. Четырнадцать, у Ангелиночки. У тебя, Костя, было семь, а сейчас сколько у тебя? Наверное, одиннадцать, да. Так, шесть, восемь, десять, одиннадцать. Итого восемнадцать. Ну что ж, по итогам двух дней впереди по-прежнему Костя с небольшим отрывом от Ангелины. У тебя восемнадцать, у Ангелиночки четырнадцать. Ребят, не расстраиваемся, впереди еще целых два соревновательных дня. И не обольщаемся особо, еще Ангелина может догнать Костю, правда, Ангелин? Во всяком случае, мы на это очень настроены. Ну что ж, до встречи тогда в стране безопасности. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова